Всем привет! Конечно, антропометрия играет весомую роль в боксе, но только Майка Тайсона никогда не пугали большие парни. Несмотря на то, что рост, размах рук и вес – важнейшие параметры в супертяжелом весе, он не просто доминировал над оппонентами, которые больше его, он эффектно выключал им свет. Предлагаю вспомнить такие схватки. Итак, Тайсон против Титанов. Это был 1989 год. Майк Тайсон встретился с британским супертяжеловесом Фрэнком Бруно. Конечно, стоит первым делом уточнить габариты боксеров. Майку тогда было 22 года, его рост 178 сантиметров, вес примерно 98 килограммов, размах рук около 180 сантиметров. Бруно на тот момент было 28, его рост 192 сантиметра, вес 103 килограмма, а размах рук 203 сантиметра. Колоссальное преимущество в антропометрии было у Фрэнка. Он был мощным на вид боксером, хорошо сложен, был обладателем сильного удара, причем он мог уложить оппонента как правой, так и левой. За плечами имел богатый опыт в боксерской карьере, однако все эти качества были ничтожны по сравнению с фантастической силой железного майка. У Тайсона тогда был не лучший момент в жизни, у него проходил бракоразводный процесс и он прибыл на ринг почти из ЗАГСа. На подготовку практически не было времени, хотя может это сыграло в плюс тогда еще юному боксеру. Как он сам говорил, его сила в злости. Уже на первых секундах поединка Бруно оказался на настиле. И это был нокдаун. После этого Фрэнк поднялся, даже неплохо держался, но в пятом раунде Тайсон практически избивал соперника до тех пор, пока угол Бруно не выкинул полотенце. Результат – победа Тайсона техническим нокаутом в пятом раунде. Это был 1986 год. Для 20-летнего Тайсона этот бой был последним перед поединком за титул чемпиона мира. Его соперником был Хосе Рибайта, рост которого составлял 198 сантиметров, вес – 96 килограмм, размах рук – 203 сантиметра. По сравнению с маленьким Тайсоном – довольно габаритный парень. Стоит отдать должное, что Хосе смог оказать достойное сопротивление железному майку. Бой продлился до 10-го раунда. Ну а в 10-й последней трехминутке Тайсон победил техническим нокаутом. Кстати, на вопрос, кто из соперников майка Тайсона был самым крепким, Тайсон назвал именно Хосе. «Я попадал по Хосе Рибайта всеми ударами, которыми только мог. А он их брал и возвращался в бой снова и снова. Он стоял прямо передо мной и был очень силен в клинчах». В том же 1986 году Тайсон встретился с Майком Джеймсоном. Правда, ему было тогда еще 19 лет. Что касается Джеймсона, ему был 31 год, рост 195 сантиметров, вес 107 килограммов, размах рук 201 сантиметр. Несмотря на такие хорошие физические данные, ни одного раунда ему не удалось выиграть у железного майка. Ну а в пятом раунде потерпел поражение нокаутом, словив мощный удар Тайсона лицом. Тайсону был 21 год, когда он встретился в ринге с Тайрелом Биггсом. И этот бой можно назвать одним из лучших молодого майка. Тайрелу Биггсу на тот момент было 26 лет, рост 198 сантиметров, вес 104 килограмма, размах рук 203 сантиметра. На отборе в олимпийскую сборную США Тайрел победил Тайсона, а впоследствии стал обладателем олимпийского золота. Поэтому на профессиональном ринге Биггс тоже имел все шансы, чтобы одержать победу над майком. Однако, когда эти парни начали боксировать, всем стало понятно, что в этот раз победа будет точно на стороне железного майка. В седьмом раунде техническим нокаутом победу одержал Тайсон. Уже к четвертому раунду я понял, что могу нокаутировать этого парня, но я хотел, чтобы он заплатил за все, что сказал перед боем. Такой вот комментарий дал Майк после боя. 19-летний Майк Тайсон встретился с более опытным боксером, 29-летним Сэмми Скафом, рост которого 198 сантиметров, вес 113 килограммов, а размах рук около 200 сантиметров. Несмотря на то, что Сэмми был почти на гол выше своего оппонента и размах рук превосходил на десятки сантиметров, он пропустил мощный джек, после которого начинает пятиться назад, ну а уже возле канатов Тайсон зарядил ему левый боковой в голову. Под градом ударов Скаф мечется из одного угла ринга в другой, в одном из углов Тайсон явно выцеливая, подсаживается под правый удар соперника и вновь бьет свой коронный левый боковой в голову. Итог, победа Майка Тайсона в первом раунде. На этом все, спасибо, что посмотрели видео до конца, буду признательна, если поставите лайк и подпишитесь на наш канал. Будьте здоровы, пока! Субтитры сделал DimaTorzok